МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автор Зураб Церетели в селье Косиха установят памятник Роберту Рождественскому. Итак, временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко, который до 30 мая был председателем правительства Красноярского края. Уже завтра 47-летний Томенко прилетит в Барнаул, где его официально представит полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло. Экс-губернатор края Александр Карлин передаст преемнику дела и должность исполнять обязанности губернатора Виктор Томенко будет до официальных выборов. В следующую пятницу, 8 июня, депутаты Заксобрания края соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить дату досрочных выборов губернатора. Выборы у губернатора Алтайского края, по словам председателя Краевой избирательной комиссии, пройдут 9 сентября, в единый день голосования. На должность руководителя региона не могут претендовать самовыдвиженцы, только кандидаты от политических партий. Среди требований наличия гражданства России, отсутствия судимости, возраст от 30 лет. Выборы будут считаться признанными, если политик наберется не менее 50% от общего числа голосов. Отметим, что в 2014 году на проведение избирательной кампании было потрачено порядка 160 миллионов рублей. На этот раз, говорят эксперты, сумма вырастет. Средства выделяются исключительно из бюджета региона. Конечно, в настоящее время в бюджете Алтайского края не предусмотрено пока средств на проведение выборов, но это является финансовым обязательством. Правительство Алтайского края на основе тех данных, которые будут представлены Краизбиркомом, внесет предложение о финансировании избирательной кампании в надлежащие сроки. И вот сегодня начались кадровые перестановки в правительстве региона. Первый заместитель председателя правительства края Сергей Локтев написал заявление об отставке, сообщил Политсибру, источник в Краевом Заксобрании. Напомним, вчера о своей отставке заявил губернатор Александр Карлин. В тот же день был опубликован указ президента о назначении временно исполняющего обязанности главы региона Виктора Томенко. В правительстве края Сергей Локтев отвечал за деятельность нескольких министерств имущественных отношений, строительства транспорта и ЖКХ, управлений по госрегулированию цены тарифов предпринимательства. В 2005 году Александр Карлин и Локтев был приглашен на должность заместителя. В 2006 он стал первым замом главы, а с декабря 2007 первым заместителем губернатора региона. Главам сельских поселений теперь не обязательно быть профессиональными управленцами. На очередной сессии Заксобрания депутаты смягчили требования к чиновникам сельских администраций. Это, считают, ВКЗС позволит привлечь к руководству свежие кадры. Но вот о других важных вопросах сессии в нашем материале. Какими бы важными ни были вопросы очередной сессии Заксобрания, разговоры среди депутатов были об одном. Отставки Александра Карлина и назначение исполняющим обязанности красноярца Виктора Томенко. Но все в кулуарах. С трибуны только формально официальные. Не исключаю, что у нас сессии будет не только вопрос об объявлении выборов. Губернатор от ТССР будет ряд еще других вопросов. Возможно, будут обсуждаться и поправки в бюджет края. Нужно заложить деньги на выборы, которые не были предусмотрены изначально. Дальше вопросы регулярные. Депутаты принимали поправки в закон, который обяжет предприятия, где работает от 35 до 100 человек, брать на работу инвалидов. Это нужно, чтобы выполнить задачу федерального правительства по трудоустройству 50% работоспособных инвалидов. Для этого надо принимать по 5,5 тысяч человек в год. Удалось поставить точку и в одном резонансном вопросе. Сотням жителей Барнаульского поселка Восточный разрешили узаконивать свои участки, где они живут несколько десятков лет, до 2020 года, а не до 2019. Теперь люди смогут успеть оформить собственность и не лишиться единственного жилья. Приняли депутаты изменения, которые касаются больше их самих. ЗАГС Собрание решило стать более открытым. Теперь избиратели смогут не только смотреть трансляции заседаний в прямом эфире, но и пересмотреть при желании потом. Будет создан архив трансляций. Но главное то, что теперь избиратель сможет точно знать отношение своего депутата к принимаемым законопроектам из специального протокола. В нем укладываются фамилии, имена отчества депутатов, наименование фракции либо номера одномандатных избирательных округов. И результаты голосования каждого депутата по каждому вопросу. Кроме того, на сессии заслушали несколько отчетов. Министр имущественных отношений Людмила Сорокина отчиталась, что за 2017 год удалось продать краевой собственности на рекордные 110 миллионов рублей, в три раза больше прошлогоднего. А глава Алтайского управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко заявила, больных ВИЧ и туберкулезом в крае становится все меньше, но ситуация по-прежнему напряженная. Напомним, следующая сессия внеплановая состоится 8 июня. На ней назначат выборы губернатора Алтайского края. Будем следить и рассказывать. Василий Морозов, Алексей Фризин. Наши новости. К другим темам. Уровень воды в Аби у Барнаула за минувшие сутки поднялся на 12 сантиметров. Сейчас он составляет 466 сантиметров над нулем водомерного поста. При критической отметке в 540. По данным Алтайского гидрометцентра, на других реках края вода тоже пребывает неактивно. Ситуация спокойная. Из-за переменчивой погоды снег в горах сходит порциями. Но наступление второй волны паводка специалисты по-прежнему не исключают. Активный подъем начнется, когда в регионе установится стабильно теплая погода. Жительница Алтайского края достучалась со своей проблемой до самого президента. Наталья Макуровой отказывает в получении жизненно важных лекарств для ее ребенка, который страдает от приступов эпилепсии. У меня сын. Ему 3,5 года. Он инвалид детства. У нас ДЦП. Болеет очень часто. С декабря месяцев мы не можем получить ни одно бесплатное лекарство. В аптеках их просто нет. Женщина обратилась на прямую линию президента. После того, как фрагмент видео показали на одном из федеральных каналов, руководство Следственного комитета по Алтайскому краю поручил провести доследственную проверку. Высказывания барнольдской учительницы в адрес школьников признали унижающими честь и достоинство. Накануне суд индустриального района города вынес решение в пользу третьеклассников, которые жаловались на постоянное оскорбление со стороны преподавательницы. Напомним, на нервной почве у одного из детей диагностировали вторичный НУРС, а второй часто просыпался по ночам от страха. Оба мальчика часто рассказывали родителям, как учительница кричит на них и оскорбляет как их самих, так и их мам. Оценивая вину педагога, суд провел четыре экспертизы. Судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую, лингвистическую и, главное, фоноскопическую. Эксперты проверили подлинность диктофонной записи, на которой преподавательница унижала детей. По решению суда родителям обоих мальчиков выплатят компенсацию за моральный вред. Когда принимаются меры воздействия министерством к работникам, такое, наверное, бывает. А чтобы был суд, чтобы были собраны доказательства по делу, как у нас, в частности, это аудиозапись, где судом экспертизы установлено, что это голос учительницы, до такого просто не доходили. Это прецедент абсолютный. Но, правда, вместо заявленных 200 тысяч рублей, которые бы пошли на лечение мальчиков, всего 15. Комитету по образованию города предстоит определить меры ответственности к учительнице, а также руководителю лицея, который должен отвечать за несоблюдение его подчиненными кодекса чести педагогов. Сегодня всемирный день без табака. В Барновале по этому поводу прошла социальная акция «Зависимость убийца». Горожане могли оценить состояние легких и степень зависимости от никотина. По словам врачей, для многих курильщиков подобные акции нередко становятся отправной точкой для того, чтобы отказаться от вредной привычки. Вот сегодня многие из тех, кто прошел спирометрию, были направлены в краевой центр медпрофилактики для дальнейшего обследования. Одним из таких стал мужчина с 10-летним стажем курения. Курящий человек теряет ряд вкусовых качеств и уже не может наесться той пищей, который вот обычный, раньше он наедался, происходит реакция раздражения бронхов. Происходит умеренный бронхоспазм. Почему те, кто закуривает впервые, обычно закашливаются, да? Или когда мы зашли в прокуренное помещение, мы закашлялись. Почему? Возникает также спазм артерий, что приводит, может привести к повышению артериального давления. Акция, приуроченная ко дню без табака, продолжится в Барновале и завтра. Всех желающих ждут в парке центрального района в час дня. Поднять культурную жизнь в селах на новый, более качественный уровень. В Троицком районе вывели свою формулу успеха. Работники культуры прошли тренинги у ведущих специалистов по проектной деятельности. Сегодня в своих селах строят детские площадки, занимаются патриотическим воспитанием и благоустройством территорий. Этой формулой уже заинтересовались представители других муниципальных образований. Реализовать в сельской местности уникальный проект удалось благодаря поддержке фонда Александра Прокопьева. Сегодня депутат Государственной Думы лично посетил Троицкий район, где подвели итоги конкурса среди работников учреждений культуры. В нашем Троицком районе хорошо, в моем гармонии. Дом культуры это центр жизни любого села. И для того, чтобы досуг местных жителей был ярким и разнообразным, сотрудники клубов и библиотек стараются создать что-то новое, интересное. Однако самостоятельно реализовать задуманное не всегда получается. У большинства сельских работников культуры нет возможности отправиться на курсы и семинары по повышению уровня профессионального мастерства. В Троицком районе нашли выход. В прошлом году при поддержке фонда Александра Прокопьева здесь запустили уникальный проект «Формула успеха». Этот проект в любом случае позволит наших селах жизнь маленьких селах сделать несколько счастливее, чем она есть. В Троицком районе фонд Александра Прокопьева помог организовать семинары-тренинги, где работники культуры получили практический опыт по созданию социально важных проектов. Фонд сопровождал участников «Формулы успеха» на всех этапах. Мы привлекали специалистов в сентябре месяце Краевой библиотеки имени Шишкова и Института культуры нашего. Они нас учили, как это делать, на что обратить внимание, цели, задачи этого проекта. Но потом мы уже начинали писать эти проекты. В итоге было написано больше полусотни различных проектов, направленных на развитие культурной жизни, повышение творческой активности сельчан, а также патриотического воспитания молодежи. Так в селе Озеро Петровское уже начали возрождать местную достопримечательность – одноименное озеро. Там руководитель Дома культуры сплотила односельчан ради одного общего дела. Охота, чтобы было облагоустройство. Построили лавочки, построили грибки, мосточек, площадка, чтобы дети играли, проводили мероприятия, чтобы люди к нам съезжали, чтобы очень хорошо, красиво было. Проект «Живи мое озеро» оказался в числе лучших. И сегодня его презентовали на финальном галоконцерте. Кроме того, эта работа была отмечена фондом Александра Прокопьева. Авторы получили сертификат на дальнейшее воплощение идеи. Неважно, какой это проект. Маленький, большой. Каждый из них направлен на то, чтобы модернизировать, развивать и улучшать жизнь в малых селах. Я искренне благодарю вас за то, что вы откликнулись, приняли участие в этом конкурсе. И я попросил бы вас не останавливаться на достигнутом. Семь лучших проектов сегодня презентовали в Доме культуры Троицкого района. Защиту их авторы превратили в творческие номера. Вопросы с молодежью решать совсем не сложно. К активности и спорту их нужно приучать. Инициативу работников культуры Троицкого района уже намерены перенять соседи из Тогула. У нас есть огромное желание работать и что-то сделать для своего села, для своего района. Вот именно в таком формате. Поэтому с огромным удовольствием мы перенимаем опыт. Возможно, что в скором времени формула успеха, которую вывели в Троицком районе, разойдется по всему Алтайскому краю. И культурная жизнь в селах станет более насыщенной и интересной. Сегодня Алтайскому отделению Российского детского фонда исполняется 30 лет. В честь юбилея в Молодежном театре края прошел концерт с участием одаренных детей. Десять из них наградили именными стипендиями, которые учредили специально круглой дате и в память руководителя отделения фонда Раисы Федоровой. Ее называли «мамой» всего Алтайского края. Раиса Федорова руководила местным отделением Российского детского фонда почти 20 лет. Она помогала тысячам детей с тяжелыми заболеваниями и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Только созданный по инициативе Раисы Федоровой марафон «Поддержим ребенка» собрал больше 100 миллионов рублей. В 2014-м жизнь руководителя фонда трагически оборвалась. Но дело продолжили. В этом году стипендию имени впервые вручили десяти одаренным ребятишкам. Среди них танцоры, музыканты, певцы. Стипендию по 5000 рублей будут вручать два раза в год, накануне Дня защиты детей и нового учебного года. Все эти ребята из семей с невысокими доходами, малобеспеченные семьи, многодетные семьи. И денежные вливания, которые поступают от наших благотворителей и меценатов, они как раз позволят развиться еще больше этому таланту. Эти звездочки засияют с новой силой. Виолетта Глёс из Тольменского района – одна из тех, кого сегодня наградили. 14-летняя девочка – победительница всероссийских и международных конкурсов по народному пению. Накануне чествования Виолетта поделилась с нами секретом своего успеха. Донести смысл. Песни, если она шуточная, значит сыграть с ними шутку. Если она наоборот, то есть военная, значит надо как-то проиграть ее так, чтобы у зрителя пошли слезы. И мурашки по коже. В следующем году именную стипендию получат уже другие одаренные дети. Благо выбрать есть из кого. Край богат юными талантами и неравнодушными людьми. Такими, которыми всегда отличались миссионеры российского детского фонда, в том числе Раиса Федорова. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Самим поиграть в футбол, принять участие в конкурсах, купить атрибутику. Для удобства откроют пункты питания. Площадка будет исключительно безалкогольной. Сразу же после игр по домам болельщиков развезут пять автобусов в разные концы города. Но главное все же сама трансляция. Барновольская фан-зона покажет минимум четыре игры мундиаля. Это три встречи сборной России и, конечно же, финал. Организаторы уверяют, что готовы к развитию в случае выхода из-под группы Игоря Акинфеева и компании. В некоторых муниципалитетах готовятся к открытию фан-зоны, но они будут организованы силами местных администраций. На сегодняшний день около десяти муниципалитетов будут организовывать свои фан-зоны на площадках подобных этой. В селе Косихо установят памятник талантливому уроженцу, известному поэту Роберту Рождественскому. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю имени публициста. Культурное событие пройдет с 21 по 23 июня в Барнауле и на Малой Родине поэтов Косихи. Там состоятся литературные встречи, концерты и фестиваль национальных культур. А в завершение рождественских чтений в селе возле Центра патриотического воспитания установят чугунный памятник Роберту Рождественскому. Его автор, знаменитый скульптор Зураб Церетели, трудился над ним почти год. Заказчик и куратор работ дочь поэта Екатерина Рождественская. Как будет выглядеть постамент, пока неизвестно. Это будет сюрприз для гостей. Он будет установлен на постамент, который уже сейчас установлен возле Центра патриотического воспитания в Косихе. Памятник сам двухметровый. И прежде чем его создавать, параметры местности, варианты его установки обсуждались со скульптором, с архитектором. И поэтому, показывать не очень приглядно в виде, мы бы хотели открыть его публике, конечно, когда он будет установлен на местности. И в завершение выпуска «Традиционно о погоде» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Самое быстрое похудение – Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании «Эвалар». Завтра в Крае снова ясный теплый день. Плюс 20 будет в Олейске и Камни на Аби. 24 выше ноля в Славгороде. В Барнауле ночью дождь и около 11 тепла. Днем до 20 преимущественно ясно, но сохранится юго-западный порывистый ветер. И к этому часу у меня все новости. Отличного настроения и до встречи! Турбо Слим Экспресс